Новая медиа на сегодняшний день Я считаю, что такие встречи должны проходить со студентами чаще, потому что они мотивируют на собственное развитие Во время проектного семинара на ТВ СФУ медиа-тренер говорит о важности правильно вести собственные аккаунты и дает преподавателям домашнее задание Сделать в Инстаграме креативный пост Руководитель ТВ СФУ Евгений Николаев придумывает интересный ход и на время раздваивается Да, крутая была 10 лет назад камера Правда, снимала она на видеокассету, но зато ей можно было подключить вот такую флешечку аж на 10 гигабайт Вот на какую я камеру сейчас снимаю, вот это сейчас крутая камера Студенческому телевидению медиа-тренер предлагает сделать, к примеру, акцент на Инстаграме И попробовать создать там несколько аккаунтов с контентом для абитуриентов на разных языках У вас есть эти самые ресурсы, и вы можете ими жонглировать, как в цирке Ты реально за несколько секунд понимаешь, что транслирует университет Какие у него качества сильные, какие сильные стороны, куда он движется, чем он гордится Какая у него аудитория в плане студентов Интернет, конечно, открывает для нас новые возможности Все вузы планеты, конечно же, устремляются в социальные сети Потому что зайти и сделать ресерч гораздо легче на одной платформе Нежели постоянно искать новые способы, вернее, новые адреса И проходить по разным ссылкам, и рыться, 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 рыться на разных интернет-площадках Сергей Чудинов встречается с третьекурсниками Тема обсуждения – популярные форматы и платформы в мире И конкретно в глобальной телевизионной сети Китая Итог экспресс-курса понятен – традиционное телевидение сегодня не популярно Тяжеловесные камеры, микрофоны и провода уже отошли в прошлое Сегодня, чтобы создать интересный и качественный контент Журналистам всего лишь, оказывается, понадобится всего лишь мобильный телефон и интернет Поменялись формы, да, форма подачи контента Но в целом и в общем этика и правила остались абсолютно прежними Да, как и раньше, нужно проводить факт-чекинг Нужно проверять информацию на 100 рядов Сейчас она везде, она разношерстная И здесь, конечно же, нужно вдвойне подходить со всей серьезностью Нужно меняться, но сохранить самое важное Умение рассказывать интересные истории и генерировать идеи Наталья Бархатова, Андрей Шицов, ТВ, СФУ